Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим ленивые вареники с картошкой. Для приготовления нам потребуется 450 грамм картофеля, 150 грамм муки, чайная ложка соли, лук и подсолнечное масло. Я взяла луковицу весом 170 грамм. Картофель необходимо предварительно отварить в мундире, почистить и натереть на мелкой терке. В натертый картофель добавляем чайную ложку соли, 150 грамм муки и все перемешиваем в однородную массу. Должно получиться картофельное тесто. Перемешиваем можно ложкой или прямо руками. Картофельное тесто лучше замешивать прямо руками. Вот такое тесто получилось. Оно слегка липнет к рукам, так и должно быть. Сейчас мы его будем делить на части и раскатывать в колбаску, после чего будем формировать ленивые вареники. Перед началом формирования вареников приготовим зажарку из лука. Мелко порежем лук. При желании вместе с луком можно использовать и грибы. Шампиньоны, любые лесные грибы. Если грибы лесные, их необходимо предварительно отварить. А потом также зажарить вместе с луком. В чашу мультиварки наливаем подсолнечное масло, буквально 1-2 столовые ложки. Выбираем меню, режем жарко. Жду 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Масло нагрелось. Отправляем обжариваться лук. Жарим 5 минут. Прошло 5 минут. Лук у меня полностью готов. Отключаем режим жарка. Лук перекладываем в другую тарелку. Итак, в чашу, в которой жарился лук. Я просто убрала лук, но ее не стало мыть. Пусть вода сохранит запах лука. Добавляем 1,5 литра воды. В эту воду добавляем лавровый лист и несколько горошин черного перца. Соль добавляем по вкусу. Я не полную столовую ложку, чуть больше, чем половину. Закрываем крышку мультиварки. В этой мультиварке у меня нет режима макароны или пельмени, поэтому готовить буду на режиме на пару. Для этого уменьшим время. Нам необходимо 10 минут. Нажимаем старт и ждем, когда начнется обратный отсчет времени. Пока ждем закипания воды, займемся тестом. Тесто делим на 4 части. Я его положила на припыленную мукой доску. Сразу половину, еще половину откладываю. Из 1,4 части катаю колбаску, при этом обваливая тесто в муке. Можно прямо вот так просто в руках длинную колбаску. Вот такая колбаска получается. Теперь нарезаем ее небольшими кусочками, примерно вот так. Вот это ленивые вареники у нас такие. Кто-то обваливает их со всех сторон в муке. Я предпочитаю все-таки оставлять это разрезанное тесто и прямо вот в таком виде опускать в кипящую воду. Итак, у меня начался обратный отсчет времени. Открываю крышку мультиварки и выкладываю в вареники. Просто кидаю подсоленную воду со специями. За раз я варю на 2 порции, то есть половину теста. Оставшуюся половину можно приготовить во второй заход или просто заморозить. И потом готовить уже замороженные в следующий раз. Ничего не перемешивая, просто закрываем крышку и ждем окончания программы. 10 минут истекли. Как вы видите, вареники всплыли. Так как в составе вареников использовалась уже вареная картошка, нам достаточно, чтобы мука сварилась. Итак, готовые вареники сверху посыпаем жареным луком и подаем вареники со сметаной. Готовятся они легко и просто, получаются очень вкусными. Поэтому я уверена, что вы их приготовите еще не раз. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!